А снаряды есть воронка во дворах? Только на крыше, да? Нет, там какая-то яма есть, но я не знаю, воронка есть. Ну то зимой еще было. Нет, это вот сейчас, вот как мусорки выносить, вот прям на тропину. Там лестница есть, подняться можно? Да. Только не с этого подъеду. Со второго? Да, да. Сюда придет кто-то, да? А, вон идут ребята. Какие ребята? С фонариком. Иду. Это центральный городской район, вот, примерно где-то с 8 вечера, примерно, ну как только стемнело. Начался массированный артиллерийский обстрел, который велся со стороны между Оглегорским водохранилищем Артемовска в эту сторону. Среди тяжелого вооружения мы предполагаем гаубица 152, ну миномет чуть туда поближе был, потому что у него все-таки полет меньше, чем в дальнобольных артиллерии. Вчера была ночная хорошая погода, вот, беспилотников летало миллион, вот, а после того, как уже они отлетали, вот так началось зарево, как в Новый год. Вот так, вот так, по секторам. И заканчивался где-то в районе Дзержинска, из-за Майорска там били Артемова. Если мы считали в прошлый день или сутки, то у нас там 15 обстрелов, 14, вот, то сегодня в отчет легло просто массированный обстрел, мы уже даже не считали. Просто небо было, ну, просто зарево и все. Сильно, да, начало? Очень сильно. Расскажите, а что, как началось? Во сколько? Во сколько? Здесь 21, вот, жительница этого дома. А, вы с этого дома, да? Да, в 22.40 начали бомбить, где-то, ну, далеко. А потом, где-то через часик, уже ближе, 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 четыре снаряда вот здесь у нас легло, рядышком. Уже задолбал этот Порошенко, можно ему передать привет? Пожалуйста, любимый наш, дорогой, уйди с нашей земли, оставь нас в покое, сколько можно? Дети в школу не ходят, спят, разве они спят? Они же не спят. Разве ж можно так? Мы же тоже украинцы, как бы. Четыре дня тихо было, дали людям попраздновать, конечно. А вообще-то я с Херсонщины, с той долбаной Украины, с которой мы не дружим со своими родственниками, не понимаем друг друга. Мы сепаратисты, мы террористы. Вот моя внучка, которая ходит во второй класс. Эту ночь не спала. Разве это можно? Она живет на строителе. Вероника. Страшно, Вероника? Очень страшно. А точно свежая? Да, ну, сегодня. Вот я здесь нашел утром. Она в траве была тоже. Ну, еще похоже на корпус от реактивного снаряда. Ну, вот, пожалуйста. Сегодня стреляют такие, что сейчас эксперты скажут. Оно шумело, оно шумело. Такое шумело. Ощущение, как будто бы летят самолеты. Понимаете? Вот такое. А потом взрыв. Это я получил клеенку. Стекло разбито, только быстро попало. Ну, видать, в 172-м попало на крышу. И нам дали все. Ну, жена испугался. Извините. А здесь сейчас школа эта находится, да? Что здесь за работа сейчас вы делаете? Ну, стеклю. Стреляли на счет? Да, очень сильно. А где вы во время обстрела? В подвале или в подъезде? Когда как. Бывают в коридоре, бывают в подвале. А уезжала вообще куда-то из горлов за последний год? Уезжала. Надолго? Ну, на три месяца. Три месяца? Летом, наверное, в прошлом, да? Ну, чего, привыкли к обстрелам? Ну, как-то уже непривычно, потому что тихо-тихо, а это началось. Да. А в классе много детишек? Много детей? Ну, где-то человек... Вот сегодня было 17. А если так, то у нас их 19. А давай наибольше было детей в классе? Да. Ну, в два раза, да? Да, там человек 30, наверное, в классе. Мы вот даже совмещали классы, потому что было очень мало. Как долго длился автор? Ну, наверное, часов с 10 до 3. Потом перерыв был, потом с 5 утра опять бахнули, начало светать. Вот, и опять бахали. Ребят, можно рассказать? Повреждений очень много. Это именно наше звено. Уже второй выезд. Мы были... Какая-то... Манистральная газопровод, технологическая линия. Дорога. То есть, как минимум в двух местах в городе был пробит газопровод? Да, больше. Мы сегодня выехали тремя машинами, и каждая машина в нескольких местах уже побывала. Два снаряда. Два... Взорвалось. Два. И улегли они за территорию детского сада. И получается, взрывной волной повыбила нам заднюю сторону детского сада полностью все стекла. Ну, и осколками побила нам стены. Вот. Повредила бак водонавогревательный. Ну, насколько не знаем, потому что электроэнергии сейчас у нас нет. А днем если... Как будто что здесь нет. Подвал-то есть? Подвального помещения у нас здесь нет. Погребочек есть. Три на три. Ну, прятаться туда еще страшнее, чем не в погребочке, потому что полы там деревянные. И в случае возгорания, ну, не сможем. Неудобно там детей транспортировать, потому что это просто яма. Вот, смотрите, это же, смотрите, осколок. Осколок, 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 все по сколок. Есть дома, которые разрушены многоэтажно, есть дома, разрушены частно. В очередной раз попадание в здание, которое принадлежит министерству образования. Это мы были в школе, сейчас находимся, сзади у меня находится садик, который от взрыва вынесли рамы. В очередной раз хочу сказать слова благодарности людям, которые здесь живут, потому что солнце только встало, люди пришли, начали все убирать. Вот мы пришли в этом садике, в садике уже все подметено, стекла убраны. Да, детей сегодня в садике нет, но заведующая пообещала о том, что в ближайшее время дети сюда вернутся и будут учиться. То же самое школа вообще работает, то же самое стекла поубирали. Благодаря таким людям, я еще раз говорю, мы никогда не проиграем. То, что будет говорить, что мы сами по себе стреляли, не это вранье, потому что по воронкам можно определить направление, откуда свелась стрельба. Миссия ОБСЕ в ближайшее время должна сюда приехать, специалисты должны зафиксировать. И надеюсь, что в рапорте они своим ответят, в какой страны стреляли и какими типами снарядов. Ну вот, пожалуйста. Это все для детей. Это власть, которая говорит, что это ихний народ, что дети, они граждане Украины. Вот подарки. Начиная с Нового года, эти подарки не прекращаются постоянно. И заявление украинской власти о том, что они готовы к миру, и сделают все, что был мир, вот у меня в руках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова